Эпиграф. Мы не собираемся ни с кем воевать, мы пытаемся создать условия, чтобы никто не вздумал воевать с нами. В. В. Путин. В 1989 году американский философ и политолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма опубликовал в журнале The National Anthest свое знаменитое эссе «Конец истории», послужившее основой для одноименной книги, вышедшей тремя годами позже. В этом эссе он провозгласил торжество либерального миропорядка и леволиберальной демократии. Спустя два года рухнул Советский Союз. Коммунистическая идеология проиграла свою войну либеральной. Предвидел ли это Фукуяма? Пожалуй, да. Но я бы не сбрасывал во всей этой истории, конец которой мы сейчас наблюдаем и человеческий, личностный фактор. Если бы Юрий Владимирович Андропов скоропостижно не ушел из жизни в 1984-м, а ему на смену не пришел вначале аморфный тяжелобольной Черненко, которого после смерти в 1985-м на посту генсека КПСС сменил деятельный Горбачев. Может, и мы сейчас жили бы при коммунизме, по крайней мере, в китайской его версии. Роль личности в истории значит порой гораздо больше, чем мы полагаем. Пал царства и коня за сапоги. В мае 1992 года во время визита экс-президента СССР Михаила Горбачева на Калифорнийское ранче экс-президента США Рональда Рейгана Горбачев подарил своему бывшему американскому коллеге раритетное. 1882 года издание русских пословиц и поговорок взамен получил ковбойскую шляпу за 60 долларов и сапоги со скошенным каблуком. Точно такие ковбойские сапоги, только с российской символикой, с триколором на голенище, получил несколькими месяцами ранее, во время своего первого визита в США, и новенький президент России Борис Ельцин от своего коллеги, действующего на тот момент президента США Джорджа Буша-старшего. Таким образом, Буш поздравил первого президента РФ с днем его рождения. Ельцину повезло встретить его на американской земле, 1 февраля ему стукнуло 61. Такова была плата белых господ за развал СССР и вывод советских войск из Афганистана. Особой пикантности всему этому добавляет тот факт, что сапоги со скошенным каблуком из рук бывшего президента Америки достались известному подкаблучнику Горбачеву. Кстати, на калифорнийской ранче малоизвестного актера второго плана, сыгравшего свою лучшую роль в качестве президента Америки, Горби опять пожаловал в сопровождении своей драгоценной супруги, которая тоже оттуда не уехала без подарков, а джины Рейгана Нэнси Раиса Максимовна получила в подарок коллекцию модных журналов. Лица, сопровождавшие чету Горбачевых, не получили ничего, что собственно и правильно, какое они имели отношение к развалу СССР. 4 мая 1626 года североамериканские индейцы продали голландским колонистам остров Манхэттен за пуговицы, бусы и прочую ерунду на общую сумму 24 доллара. Эта сделка считалась самой невыгодной в истории человечества вплоть до 11 декабря 2013 года, когда помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приобрела утуземца в территорию Украины в обмен на пакетик с печеньями, булочками и хлебом. Выгодополучателям или по-научному бенефициарам той сделки стал официальный Вашингтон. Как он распорядился этим своим приобретением, мы смогли наблюдать в последующие 7 лет. Роль личности в истории, согласитесь, мало что изменилось в мире за последние 400 лет. Белые господа по-прежнему нас считают туземцами и за печеньки и ковбойские сапоги скупают наше богатство и суверенное право ими распоряжаться. Все изменилось лишь в 1999-м, с приходом в здание на старой площади 2-14, с виду внешне малопримечательного бывшего подполковника КГБ, он тихой сапой круто развернул ход истории. Предсказанный Фукуямой в 1989-м, ее конец и тотальная победа левых либеральных псевдодемократических идей над тоталитарными коммунистическими, спустя 30 лет окончилась неожиданным для Запада реваншем последних. В 2021 году официальный Вашингтон неожиданно для себя обнаружил, что время, отведенное ему историей и Фукуямой, и стекло, и в 12 часов ночи карета опять превратилась в тыкву, а однополярный мир опять превратился в многополярный, даже не спросив на то разрешение у Вашингтона. Запад за 30 лет, ввиду отсутствия силовой конкуренции, ослаб, а Россия и Китай восстановили свои силовые и экономические возможности, и это объективный научно доказанный факт. Теперь Пекин и Москва диктуют свою волю Вашингтону, а последний, раздираемый внутренними противоречиями, предпринимает отчаянные попытки сплотить оставшийся у него под сапогом свободный мир в его противостоянии пресловутой коммунистической угрозе, попирая у себя дома тем временем все хваленые демократические свободы, право голоса и право свободного выбора. При этом все сателлиты и подкаблучники Вашингтона даже не заметили тот факт, что коммунистическая угроза была легким движением руки гегемона, заменена на китайскую и российскую, а идеологическое противостояние перешло в фазу противостояния жизненных философий и духовных ценностей. Спустя 30 лет тотального доминирования, дряхлеющий гегемон вдруг обнаружил печальный для себя факт время универсального арбитра, который самолично устанавливал правила игры и судил, кто прав и кто виноват, и стекло. Мир, развернувшись на более высоком витке спирали, возвращается на круги своя к многополярному укладу с несколькими полюсами силы. Возвращается силовая конкуренция нескольких великих держав, для которых важен не столько мир, как таковой, сколько суверенное право на отстаивание своих интересов и своих цивилизационных ценностей. Фактически мир, как отсутствие войны, не является для них абсолютной ценностью, они могут даже пожертвовать им, когда речь заходит об их суверенитете и духовных скрепах. Как сказал Владимир Путин, а зачем нам такой мир, в котором не будет России. При этом РФ устами своего лидера договаривается не о мире с коллективным Западом, а о правилах ведения войны. Имевший все последние 30 лет бои без правил, Кремль предлагает заменить боями по правилам, которые будет устанавливать не единолично гегемон по факту наличия у него силы, а группа стран, оспаривающие у него это право, по факту наличия у них паритетные контрсилы. Рамочной базой для этого Кремль предлагает установить коллективный договор об управляемой конфронтации. Речь идет уже не о мирном сосуществовании двух ядерных сверхдержав, а о силовом управляемом противостоянии. Или, скажем другими словами, о силовом сосуществовании ряда таких государств, могущих за ценой не постоять, и список их не ограничивается лишь США, РФ и КНР, залогом мира, при котором будет не преступление противникам неких оговоренных заранее красных линий. При этом Путин сразу четко обозначает берега и устанавливает красные линии, неприемлемые для России, после которых смерть. Причем смерть для всех. Кто хочет в этом убедиться, добро пожаловать в ад. Преступление оговоренных красных линий Путин предлагает считать актом агрессии, а дальше, как говорится, смотри пункт первый. Цитирую первоисточник, пункт первый, мы вообще ничего не боимся. Агрессор должен знать, возмездие неизбежно, он все равно будет уничтожен. Мы, как жертвы агрессии, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют. В, в Путин. Казусом Бели при этом считается уже не война, как таковая, а преступление красной линии, которое может и не заключаться в ведении непосредственных прямых боевых действий против страны, обозначившей эти красные линии. Обо всем этом и шел разговор на недавнем саммите первых лиц США и РФ в Женеве. Байден взял полгода на подумать. Ждем, пока встречи Байден-Зеленский и что последует за ней. Никто никаких особых иллюзий не питает, но на ближайшие полгода мир во всем мире гарантирован. Вот и не верь после этого в роль личности в истории. Было ли такое возможно, если бы Ельцин в 1999 не сказал свое знаменитое «Я устал». «Я ухожу». «Я не уверен». Точнее, уверен, что приди в кабинет на Старой площади, тогда в 1999-м, другой человек, то не факт, что Россия не повторила бы нынешний опыт Украины, которая рискует скоро исчезнуть с политической карты мира. Показательно в этой истории, что Путин и Фукуяма практически ровесники. Оба родились в 1952 году с интервалом в 20 дней, Путин 7 октября, а Фукуяма 27 октября. И Путин, как старший, переписывает историю, написанную младшим.